Всем доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Читаю ваши сижу комментарии. Спасибо вам за хорошие, добрые слова такие, за напутствие и за советы, что можно еще посетить. Вот сейчас смотрю, десятый литер очень просит снять. Ну, в ближайшее время обещаем поверните направо. Да, Дим? Да. Пройдемся, снимем. Ну, сегодня, завтра, может, послезавтра обязательно выложим. Вот, мы сейчас едем к парку 40 лет победы, и хотим просто спуститься вниз. Можно было, конечно, дойти пешком. На сегодня у нас такая жарища. Я бы сказала, что мы вышли, уже пыхнуло вот этой вот жарой. И пора уже, наверное, штаны снимать, потому что можно было бы даже уже ехать в шортиках. Да, я хотя уже думал пойти переодеться, но чтобы времени терять. Ну, да. Мы еще так поздно встаем. Надо, конечно, пораньше вставать уже начинать. Потому что иначе мы тогда ничего не успеем. Никуда съездить, никуда сходить. Потому что пока мы там раскочегаримся, пока мы встанем, пока там покушаем, пока умоемся уже в 10 часов. А в 10 часов что? Уже ничего, да? Тем более у нас ребенок спит днем. Вот так вот. Надо вставать через 200 метров. Поверните налево. Жаркая Анапа. Машинки-то все такие светленькие. Да? В Анапе. Сейчас как ни проехай. Все светлые. Ну да, все стараются. Беленькие, да? И мы такие на черной машине в самом пекле. Смотрите, вот одни белые, да? Ну вот проехала черная, такие единичные. В основном все светлые здесь машины. Не то канадские, краснодарские тоже. Кто-нибудь подмечал тот факт, нет? Насчет белых машин. Спускаемся к пляжу 40 лет победы вниз. Спускаемся к пляжу 40 лет победы лет вниз. Дим, ты что? Ладно, я хочу. Мы приехали, припарковались и спускаемся к пляжу. Сейчас пойдем в море. Многие уже купаться, видимо, идут, потому что с полотенцами или просто позагораем. С лежачками, с полотенцами люди идут. Погода сегодня восхитительная. Солнышко светит. Очень жарко сегодня. Наверное, правда, градусов по 30, наверное, да? Ну, если бы не ветер бы, да? Если бы не на ветру, так сказать, то он как бы может быть, перебегло бы было. А его не чувствуют с ветра прохладной, все равно обдувает. Не знаю. И самое сейчас такое опасное, знаете, это сгореть. Я даже сегодня кепку одел, чтобы не напекло бы было. Я купила невейский крем. Я показывала во влоге покупок. Вот такие вот они, две штучки, такие протолковатые. С защитой 50, SPF. И вы знаете, он вообще не помогает. И пришлось мне перезаказать по Валберу. Сейчас мне идет другой крем. и крем еще отбеливающий заказал. Мне вот эта пигментация сразу на лице все это выскочила. Мне это совсем не нужно. Я не люблю загорать и не хочу, чтобы у меня все это старило кожу, поэтому заказала дополнительно еще крема. А это невейский, наверное, до лучших времен, как увлажнение, оставлю на зиму. Потому что не понравилось мне совершенно. Сашка, твое слово. А мы? Ну, нет слова. Ну, нет слов. Нет слов. Одни эмоции. Одни эмоции. Красота. А народ уже загорает вовсю. Многие из вас советовали не покупать мангал, а сделать из камушков или даже не из камушков. Готовый, да? Потому что много на пляже жарят шашлычков. Просто посмотреть и угли взять, купить и сделать. Просто не заморачиваться. Потому что эти вот мангалы, с ними, во-первых, мороки много и то, что вот они 400 рублей стоят, это вообще хилые развальцы. Я совершенно согласна. Поэтому попробуем сделать, наверное, в ближайшее время, да? Да. На пляже. Тем более, кусочек мяса на свинины остался. Идут строительные работы. доделывать на беде. Люди загорают. Да, и купаются тоже. Пойдем, пройдемся. Ну, тут такие палеты сделанные. Лавочки. Да. Тоже на плите загорают. Рыбаки рыбачат. Давай, мы посидим. А ты хочешь, иди к рыбакам подойди. Посмотри, что ловят, что не ловят. А что это? Бочки? А чего? Иди, пройди на камни, спроси. Не хочешь? Не хочешь? Вон, даже поднимай. А что, Саша, садись, чего ты стал? А я хотела подальше. А, туда пойдем. Пойдем, пойдем. Вот, кстати, можно вечерком посидеть, булочку, сок взять. Я не знаю, пока, конечно, не сезон, это все не штрафуют. До 1 июня, я думаю, что никто выгонять здесь не будет. Вот так вот расположиться вечерком. Можно устроить такой пикник. И вот с этой стороны тоже. А так это видно, какая-то палаточка, которая, видите, торгует. Холодные, пенные, коктейли, коктейли молочные. И вот это, наверное, к ней относится. Но пока тут все закрыто. И опять же, как я говорила, вода с гор течет. мы как-то в прошлом году проходили, там такое было отверстие, там торчала труба, и можно набирать было горную воду. Смотрите. холодное. О, веденющее. Ну, тут тоже можно набирать. Я не знаю, правда, можно ли ее пить, эту горную воду. мы решили обойти, потому что там в гор течет и очень мокро. Оно в кроссовках. А, вот смотрите, да, из камушек сделан такой импровизированный мангал, то, что вы говорили, подойти просто к готовым, со своими углями, шампурами, с мясом. И вот тут можно приготовить уже. я думаю, что таких камушков будет много и здесь, на побережье. А вот тут, я как поняла, уже в аренду духовки. Беседки сдаются, но что-то они, знаете, в таком плачевном состоянии. И столиков пока нету. Это, наверное, попозже тоже поставят. когда сезон начнется. Хотя бы какая-нибудь реставрация была бы. Убедительная просьба не портить имущество, иначе беседку мы уберем. А вот она прям с гор стекает в море. Водичка. целых два раза прыгнула. О, два раза, но подлетела но подлетела У Сашки один? Я максимум кидала пять или четыре где-то в таком в таком диапазоне. Я сейчас на камушек присела и тепло, и камушек теплый. Обычно говорят, на камнях не сиди. прохладно. Вот, а так тепло. Пап, эй, ребята, что же вас пришлось и я еще пошел. Не упаду я. Так припекаешь, что прям хочется в море залезть уже. стекло? Да. Ай-яй-яй. Видим, которые стекла разбрасывают. Конечно, потом море шлифует и оно не такое острое, но все равно зачем это дрызняет. Ой, ты такой камушек. Ну, положи себе в карманчик. Ребята, сейчас я потрогу водичку, мокрая, не мокрая. Я вас подальше уберу, а то я нам мочу вас еще. Сейчас, ребята, я... подальше Плохо когда-то. Сейчас, ребята, я потрогаю море. Море и... Папа у нас подержит немного, а то я боюсь намочить воду. Сейчас. Да. Ребята, я еще не потрогала. Сейчас потрогаю. давай я тебя подержу. Не надо, а вот здесь не надо. Ты держись за камушек вот сюда. Одной ручкой на камушек облокотись, а другой потрогай воду. А вот так? Да. Облокачивайся на камушек, а другой водичку трогай. Ребята, моя мне не холодная. Здесь какая-то камушек. Рановато купаться, да? Да, рановато. Мы любуемся, наслаждаемся морем, солнцем, камушками красивыми Сашка наслаждается, да, Сань? А можно куда кладить? Мне понравилось. Понравилось, клади к маме. Сашка у нас собирает красивые камушки. Я тут опять же по вот этой Алисе Яндекс Алиса пыталась определить набор камней, который мы в прошлом году еще собрали, посмотреть что это, что за камни. Вообще ничего не определяет. Золото пишет. Они блестящие такие, красивые. Это золото. Кто хочет объяснить золотишкам сюда надо идти на пляж. на галичный пляж. Еще у меня мечта найти камушек с дырочкой. Пусть говорят счастливый камушек, когда в камушке дырочка. А, интересно. Так, Сашка, держи, будешь снимать? Буду, только подержи. Пойдем с тобой крабов будем искать. Кстати, посмотрим, крабики маленькие есть или нет. Раньше поднимаешь камушек, такой, а там крабики. А сейчас нет никого. Рановато еще, наверное, для крабиков. камень, решили прогуляться вдоль моря, посмотреть, какие желтенькие цветочки. на скале растут. Не надо, а то поднимутся. Интересные такие. Но они уже цветают. Там еще, вон еще желтые. Нет, не зацепишься. Ой, не упало. Море выбрасывают, какие-то железяки. А вон еще, кстати, мангальчик импровизированный. Люди даже камушками заложили, что если будет дождик, чтобы туда, видишь, все сухо осталось, потому что, может быть, угли остались. И вон еще тоже дальше. тут их много. Мужчина купается. А вон наши ступени любимые. Видишь, торчат? Которые разрушились. Так, мы уже поднялись наверх. Собираемся потихонечку уходить. Еще зашли посмотреть на море. Да, кстати, тут очень много самокатов стоит. Можно взять покататься. И смотрите, еще на нем что-то написано. Отталкивайте от скорости, не меняя 3 км в час, нажимайте газ. Вот сколько это стоит? Видите, скачайте приложение, зарегистрируйтесь, привяжите карту, начать, как завершить. А вот по стоимости не знаю. У них, смотрите, название. Вот это вот Жужа, вот это Ярис, вот это Юрген, мастер. Кто хочет покататься? Есть побольше, есть поменьше. Класс. Погодка вот то, что нужно. А посмотри, здесь поставили видите ограждение, а вот здесь бордюр. Значит, все-таки раньше до сюда доходил, да? Можно было ходить. даже видишь, бордюры еще стоят. А колышки. Да. А колышки, да, то, что было. Скорее всего, раньше был забор. Можно было подходить, сейчас решили немножечко уменьшить в целях на небезопасности. Вот Диме, говорю, вот это вот жилой дом, представляете? Вот тут вот жизнь, прям вид на море, Продам квартиру, да. И вот сверху, вон там вот, у кого-то вообще какая-то, да, террасочка такая. что с тарелками случилось. Вон, видишь, тарелки все ржалости от целенного воздуха. Ну, сейчас-то хорошо, да, вот зимой что у них тут творится? Наверное, сильный, таки ветродой. Ну, если покупай, то только подзачи, наверное, летние. И плюс тогда ремонты. Потому что один раз в пять лет, наверное, на ремонт постоянно делать приходится. Да, отцаревает все, наверное, мне кажется. Обои, все сырость, плесень. Ну, видишь, дом в каком-то же состоянии. Кто-то, он даже рольстав не купил, или закрылится. Потому что, наверное, солнце слепит. И кафешка Парус. Ну что, пойдем? Да? Посидим, ребят. А где ты самокат? Красавец. Самокат, вот он. Вместе со всеми самокатами наш в аренду. Сашка, ты решил его в аренду сдать? Ой, попить хочешь? И добра наживать. Сашка скажет. Может, сейчас зайдем? Тебе купим вкусненькое. Каких-нибудь бляшечек. Ой, все, чуть-чуть. Кондиционер тоже сейчас очень опасно подключать. Давай поменешь немножко. Снять косыночку дочь у тебя будет, да. Ой, господи, вся мокрая. Тяжело? Все, Сашка всосалась сосочку своя водяную. Начинаем собирать комод. У нас их две штуки. Это вот первая часть одного комода, это вторая часть. И здесь у нас гарнитура, ручки всякие. Сдвижные механизмы и куча борт и линтиков. Сашулька будет мне сейчас помогать, да? Ну, помогать, да, помогать, если я не спочу, уже пора. Спать, да? Ну, тогда мысленно будет со мной. Это инструкция по сборке. Куча здесь всего. он будет собрать и в конце мы должны получить вот такой вот комодик. Ну, что, начинаем сборку. Сборка субтитры смотрите какие зазоры да это нужно все от отрагулировать будет вот у нас уже сашулечка проснулась после дневного сна поэтому ребят наверное я сейчас с вами попрощаюсь потому что дима сейчас доделает вот этот вот комодик и они пойдут на корку кататься до сашкой 2 мы наверное делаем уже завтра поэтому всем до скорых встреч всем пока а